Как правило, записавшихся на прием, волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Жительница хутора «Вестник» Ольга Загоройко посетовала. Мне нужно в детской площадке. А какая? Хотя бы самая минимальная. А место есть где-то все здесь? Конечно есть. И что за место? Возле клуба нашли. Сделаем, учитывая то, что вам в 12-м обещали выполнить уже, а уже 13-го середина прошла. С аналогичной просьбой обратилась и жительница хутора Иванова Нина Валова. Деток много. У нас там в центре, ну как, возле ДК стоит, ну знаете, там одна качелька и больше ничего такого для детей нет. Детей некуда в выходные отпустить, поедать. А кроме площадки есть еще? Кроме площадки там, ну как, вопросов много. И люди просят, чтобы и дороги подремонтировали, хорошо асфальтировали. У нас где Гоголя, вот это в сторону садика, там вообще дорога невозможная. Там ее отсыпали были, а вот это дожди пошли, оно как-то идет так низменностью. И яма, и постоянно вода там стоит. Пионерская у нас асфальтирована до половины. Железнодорожный там переулок, там вообще грязь. То, что касается детской площадки, рассмотрим, я думаю, все равно и по дорожному покрытию тоже поинтересуется. У нас вторая очередь будет. Глава города Сергей Сергеев подробно спрашивал о других проблемах. В частности, как добираются жители хутора Иваново до Юровки. Сколько стоит проезд на общественный транспорт. Сколько стоит? 10 рублей берут родители. 10 рублей. Ну, вас это устраивает? Ну, люди отдают так. Значит, устраивает. Молча, да? Да, молча. Запиши, посмотрите. Сергей Сергеев распорядился разобраться в ценах. Сколько реально может стоить проезд меньше трех километров от хутора до Юровки. Дарья Бровка с хутора Чекон рада, что начался ремонт местного Дома культуры. Пользуюсь случаем поблагодарить вас за это. У нас сейчас ремонт ДК. Я заведующая ДК. Ремонт идет полным ходом. Огромное вам спасибо. У нас там очень хорошо будет. Сейчас еще полы нам сделают. Второй этаж делают. Хореографический зал. Я думаю, что будет все замечательно. Дарья Бровка также озвучила вопрос, волнующий многих жителей улицы Заречной в Чеконе. У нас улица без водопровода. Вообще нет? Вообще. Улица протяженностью в километр, через дом, семьи с детьми. И очень тяжело с колодцем. Особенно август-сентябрь колодцы пересыхают. И это катастрофа. Глава принимает решение. Если вот на каждый дом, согласно проектно-смертной документации, будет не более 50 тысяч, то есть ты сейчас 20 насчитал, это значит миллион, да? Если не более 50 тысяч, я тебе обещаю, что мы сделаем самое отличающее. Если больше, то будем поэтапно. Как отмечает сам Сергеев, польза таких выездных приемов очевидна. Узнает из первых уст, чем живет село и в чем нуждается, чтобы оперативно решать первоочередные проблемы. Такие приемы главы проходят регулярно. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион.